В этом коротком видео я расскажу о пароде «Американская Акита». Опираясь на свой личный опыт, свои наблюдения, у нас собаке уже два с половиной года. Привезли мы ее из Самары в возрасте четырех месяцев. Весила она почти 18 килограмм. У Молли отличные родословные и замечательные родители. Мы везли от очень хорошего заводчика. У нас дома есть кот, поэтому меня волновал вопрос, как же их познакомить, чтобы не было внутрисемейных конфликтов. Собаку не нужно ограничивать от кота и как-то их разводить по разным углам. Нет, наоборот, нужно дать возможность их понюхаться, познакомиться. Может быть, первое знакомство следует провести на поводке, чтобы собака ненарочно не придавила животность. Весовые категории разные. Но их общий контакт налаживается в первые полутора лет. У нас, конечно, кот-задира, он старый, ему 18 лет, он дерется, обижает больше. Он молит, чем она его. Но она к нему относится довольно-таки бережно. В семье с детьми. Мы когда привезли собаку, у нас дочке было 6 лет, сыну 10. Детям был дан инструктаж, что обижать собаку нельзя. За уши, за хвост дергать нельзя, усы не выдергивать. К тому же, когда собака спит, ей нужно дать время отдохнуть. Ее трогать не нужно, не стоит. Это очень важно. К тому же, акиты очень много времени спят. Это как кошки-собаки. Днем она спит на своем лежачке. С детьми она отлично лазит. Но вы должны понимать, что это не молтипуй, не баллонка, не пудель, который будет прыгать вокруг ваших детей, играть в мячик, носить мячик и веселиться. Нет, эта собака такая спокойная, уравновешенная. Она любит все-таки одиночество. Да, она отличный компаньон, она отлично играет, когда хочет с детьми. То есть должно совпадать желание детей и собаки поиграть. С дочкой она обожает играть в разные умственные игры. Вот как здесь, например, там угадай-ка, либо найди. Дочка, конечно, у нас собаку обожает. И у них с собакой особая какая-то связь. Она может делать с собакой все, что угодно. Собака ей все это прощает. Но собака ее и охраняет очень сильно. То есть она ее относится, наверное, к маленькому второму щенку. И детям дана инструкция, что друзья их к нам домой приходить не могут, если дома нет взрослых. Потому что все-таки собака, она охранная. У нее и на инстинкте, на генном уровне очень сильно развит качество охраны. Охраны, охранная собака. И поэтому все посещение друзей только под контролем взрослых. Она, конечно, не обидит. Она у нас очень хорошо воспитана. Но собака крупная, большая, может напугать. По поводу отношения с другими животными. Если брать в расчет то, что китам приписывается зооагрессия. Это можно найти на любом сайте. Везде это сразу пишут. Да, это так. Это встречается у кобелей в основном. Но это все корректируется. И с этим можно работать. То есть не нужно сразу ставить клеймо на породу, что она словно к зооагрессии. Любая собака может иметь это качество, если она плохо социализирована и плохо воспитана. Мы с Молли занимаемся регулярно и много. Мы ходим на разные выгулы. Плюс ко всему собака сопровождает нас во всех наших поездках и путешествиях. Два лета подряд мы ездили из Хельсинки до Хорватии на машине. Собака была с нами. Да, мы, конечно, учитывали постановки для собаки, делали определенные, чтобы воды попить и выгулять ее. Собака отлично выдерживает такие поездки. Она к этим приучена. И собака социализирована. Есть более подробные видео, видеоотчеты о наших поездках, путешествиях. Их можно найти на моем YouTube-канале. Что касается воспитания американской акиты. Когда вы берете такую собаку, либо решили взять такую собаку, подумайте. Потому что везде пишут, что собака сложная. Но она сложная в том плане, что собака доминирующая, собака свободолюбивая, собака независимая, собака мыслящая. То есть это не собака-исполнитель. Не нужно думать, что вы выучите с ней все команды, и все, она будет как служебная, как овчарка. Нет. Полного подчинения и исполнения от этой собаки ждать не надо. Она будет, только вы ослабляете свою хватку, свой контроль, а собака начинает сама думать и берет образы управления в свои руки, в свои лапы. Поэтому тут нужно взвестить, сможете ли вы данную породу воспитать так и постоянно быть под контролем и воспитанием, чтобы из нее выросла отличная собака-компаньон. Я не говорю, что это какая-то плохая, не всем под силу. Нет, просто нужно понять и рассчитать свои силы и свои ожидания. Потому что собака, качество и характер данной собаки, он резко отличается от овчарки, от пудель, от колли, от бордер-колли, от того же шпица. Она любит уважение к себе. Все воспитание и дрессировка должны основываться и опираться на любовь, взаимоуважение, взаимопонимание с этой собакой. Наказание только голосом. У собаки отличная память, соответственно, и злопамятство тоже у нее хорошее. Собака не агрессивная к человеку и к детям. Нет. Но у нее отличные охранные качества, которые даны ей врожденно. Она будет защищать свою территорию, свое стадо на ура. Муха не пролетит. Собака не лающая. То есть беспокоить ваших соседей она не будет по пустякам, просто гавкать. Гавкать только, если, допустим, какая-то угроза вашей территории, предупреждающий рык и гавканье. Нападает собака. Это молча. Атака происходит молча. Проявление вообще какой-то эмоции у данной породы – это уши и хвост. То есть не будет ни скалов, не будет ни рычаний, ничего такого она издавать не будет. Только по ушам и по хвосту можно понять, как она вообще реагирует, какое у нее настроение. В семье она любит безумно всех членов семьи. Она не выделяет любимчиков. Да, там она папу у нас любит больше. Но слушается, подчиняется всем членам семьи, даже маленькой дочке. И любит одинаково всех. В уходе по шерсти. Да, собака пушистая. У нее отличный подшерсток. У нас моли такая немного даже длинноватая шерсть. Особого ухода она, в принципе, не требует. Шерсть этой собаки самоочищающаяся. Мы купаем ее раз в полгода. Вычесываем активно в период линьки. Это вот два раза в год по две недели. У вас будет полный дом шерсти. Нужно будет все это чистить и убирать. Вычесывать собаку. Потом все. Линька закончилась. Поток шерсти истяк. Я даю также собаке витамины и рыбий жир в период линьки. Чтобы как-то качество шерсти было лучше. И следим за ее рационом и питанием. По питанию собака непритязательна. Она, в принципе, уже решает каждый заводчик, каждый хозяин сам для себя. Сухой корм, натуралка. У нас на сухом корму собака. Мы даем, конечно же, и кости погрызть, либо хрящики. Кстати, еще по шерсти забыла сказать, что эта собака не пахнет. Кто-то говорит, пахнет медом. Не знаю. Не могу определить, к чем. Но она собачатина, вот этой собакой, не пахнет. Даже если придем с прогулки после дождя, после сильного ливня. Ну, мокрая шерсть. Но запаха такого вот ужасного нет. Единственное, что на такую плохую погоду, на дождь, у нас дождевичок, потому что подшерсток долго сохнет. Так, в принципе, никакого особого ухода. Еще раз повторю, шерсть не требует. Когти стрижем, зубы чистим. Это, да, обязательно must-have. Что касается здоровья собаки, то тут стоит уделить внимание все-таки суставам, потому что собака крупная, собака большая, тяжелая. И в период щенячества, вот мы привезли ее, и было 4 месяца, мы жили тогда на втором этаже. По лесенкам мы носили ее на руках месяцев до 6, чтобы убрать нагрузку на суставы. Плюс ко всему давали определенные витамины для суставов. И для профилактики давали потом, наверное, раз в полгода, раз в год. И уши. Пока щеночек маленький, чтобы ушки стояли красиво, да, их лучше не трогать. Но так по состоянию здоровья, конечно, все зависит от генетики, от родителей, от наследственности. Ну, в принципе, вот в основном это только суставы. Собака может быть вольерного содержания. У нас собака дома. И с кеми заводчиками разговаривала, с кинологами, что даже если у вас собака вольерного содержания, все равно у собаки должен быть доступ в дом, чтобы у нее не терялось связь и контакт с хозяевом, с семьей. Кто-то называет ее охотничьей собакой. Ну, не сказала бы. И, да, второе название акиты – это «идущая на медведя». Но, например, там за зайцем, за оленем, за лосям она не угонится. То есть это не лайка. Не нужно путать с этим. Ну, вообще, как бы, когда выбираете собаку, да, смотрите, на какую породу, обратите внимание, не выводите из заблуждения, видя мимишных щеночков американской акиты, таких вот прям пушистиков. Подбирайте собаку по своему характеру, по своим возможностям, именно временным. Потому что данной собаке, да, она не требует от вас много времени играть, ласкаться и так далее. Но она требует от вас времени по воспитанию и содержанию. А так, удачи вам и любите своих пушистиков!